Дома престарелых, ароматургийский парад. Мы знаем. Видишь? Работа северная. Вот и восемь. У меня знакомая. Сказала вчера. Дома престарелых, все родители. Здравствуйте. Проходим. Проходим. Весны, Волга, свободны. Проходите, садитесь. Проходите, садитесь. Проходите, проходите. Да проходи, садись. Чего стоять? Проходите. 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 Твоя обычная. Двигайтесь дальше. Да, все двигайтесь. Дальше прям двигаться. Ребята. Еще некуда будет. Так, это закрыли. Ну ладно. Дальше прям двигаться. Проходите. Проходим, проходим. Проходим. Проходим, проходим. И живи здесь, и все исполняй сокровища благих, и жизни подателю, прииди в сели сявны, и очистены от всяких скверны, и спаси блаже души наша. Милостивый Господь, молим Тебя именем Господа нашего Иисуса Христа, прибыть с нами, благослови наше собрание, и направь мысли наши к горнему. Господи, Тебе за все хвала, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь. Игорь Игорьевич, Вам слово. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Мы молились последние месяцы, необычные молитвы, где сказали, как в интернете, наверное, никто так не молился у Бога. Господи, помоги нам издать трехтомник Нового Завета. Говорят, есть оригинальные, ну и разные слова, которые люди говорят. Это к нашим книгам не относится. Они единственные за все существование человека. Чтобы было полное толкование, не было никогда. У меня есть, когда издавали в Новой Зеландии, Афеофилакт толковал только до евреев. Дальше не было. Взять взято все. От Матфея и заканчивается. Кроме того, впервые иллюстрировали. Первое издание, которое издавали, тысяча экземпляров. 104 гравюра Гестава Доре, черно-белая. Ну, на панаил был, помог, как это сделали. Второе, две тысячи. Но уже нет, 104, а 280 иллюстраций Гестава Доре. И 10 классика. Потому что здесь дается 319 комментариев. По слову Божию, что любить надо и о проповеди. Поэтому будьте очень внимательны. Эти книги не имеют цены. Хотя сейчас, которые у нас что истратили, где 5500. И издали уже 5000 экземпляров. И у меня, которые правила раньше были, так я их придерживаюсь сейчас. Вот рождается человек. И я ему дарю. Он будет расти. Я не вижу, держи, Андрюша. Позвать его сюда. Дойдет, Андрюшик? Достукался, зовут тебя, давай. Это не тебе я дарю, а им все я даю. И каждый год его день рождения открывайте, чтобы он хотя бы полистал. Научите. Это сделало... Второе, это третье издание. 5000. Это миллионы. Даже только, чтобы довезли, 200 тысяч с лишним заплатили. Ну, как говорят, того стоит. Так. Я буду сейчас... Мама, мама. Наших братьев. Мама. В первую очередь, старшему. Ивану Андреевичу. Спаси Христос. Что будет в несчастье? Потоп, пожар. В первую очередь, захвачить с собой издумывание. Второе, твоему родному брату. Вместо. Христос. Так. И... Возьмите, пожалуйста. Третье, дорогой, наше Ефросинье. Спаси Христос. Вот. Ну, которое здесь храните, вы хозяева. Продавать не имеете права. Никаких заметок писать нигде. Там все сказано. Дальше. У вас подарки делали, нет? Делали. Было, да. Так, иди-ка сюда. Спрятала, друзья. Это тебе. Спаси Христос. Ну, то есть, дальше не сможем. Так, иди-ка сюда. Попусти я маленечко. У нас есть, нам не надо. Что? У нас есть. Есть. Да, есть. У всех, у троих есть? Нет, это лично, лично тебе. Есть. Когда-то ты из дому оторвешься. Ну, лично. Полинарий, возьми, приними. Просто нам дарили. Из твоих родственников кто-то есть здесь? Где остальные сестры? Есть. Пожалуйста. В прошлый раз уже давали двери. Вы в прошлый раз уже два давали. Давали? Да. Значит, какая-то выгода у меня получилась. Я это не знал, что можно будет. Так. Я бы хотел подарить тем, кто при издании большую роль играл в этом. Брат, вы столько перепечатывали, помогали. Если примете, я подарю. Ну, просто есть люди, которые нуждаются. Мы уже приехали, дочери старшие отправили. Есть люди, которые больше нуждаются. Хорошо. Так. Тут еще помогал где-то. Я не вижу, что-то Виктор где-то. Петеримов, он столько помогал. Да вон он, вон он здесь. Здесь он. А, вон где. У меня тоже есть. У меня есть. Он только есть. Пошу принять, ты передай. Потому что, сколько он помогал, это практически все. Так. Слушай, это вашим дочерям. Передайте тоже. Спасибо. Так. Кого-то я пропустил. Вроде бы все было. Ну, эти, говорят, получили поэтому. Вот все. Я вам несколько слов только скажу об этом. Главное, что в нашей жизни. Спасти душу. Другого нет. Вот почему кремлинам апостол Павел, господствующий в то время, в церкви пишет, 10-17, что наивысшее, что спасти душу. И как вера от слышания. Слышания нет, а слово вера исчезает. От слышания чего? Не то, что придумает опыт человек, скажет где-то, а от слова Божия. Вот мы сегодня это сделали, во славу Божию. Он не слухал, наверное. Финатей, что, все? Все? Батюшка. Вы же хотели проповедь на Благовещение. А? Проповедь на Благовещение. Ну, ладно, тогда скажу. Он тебе сказал сразу, начинай проповедь. Ну, я сначала это Батюшка раздал, что хотели подарок. Говори проповедь. На Благовещение дело было в пятницу, в седьмое. И у нас не было благослужения. Я хотел сказать, чтобы маленько мы научились мыслить во свете Библии. Некоторые даже ее не прочитали. Евангелие от Иоанна, 12.48. Господь, когда на Него начали наседать, Он ответил им, я не сужу. Слово, которое я с большой буквы говорил, оно будет судить вас в последний день. Вот этим надо проникнуться. Если по этому слову нас будут судить, для меня это был решительный шаг. Я понял, все остальные мои знания, они не стоят ломаного гроша. И слово Благовещение, я попросил расшифровать. Кто знает, поднимите руку. Говори. Добрая весть. Добрая весть. Сколько добрых вестей было до этого дня, когда Архангел Гаврил пришел к Деве Марию? Были? Деве обещал. Много было. Вот смотрите, однажды пришел один человек и говорит, учитель благий. Лучшего звания не надо. Господь сразу восстановил. Никто не благ, как только один Господь. Поэтому слово благой переводится хороший, добрый. А почему? Все, что мы имеем доброты, хорошего от него. И поэтому Благовещение, оно концентрирует внимание только на Благовещении. А Благовещение называется Весть о Иисусе Христе. Важнее этого ничего нет на земле. И поэтому, когда мы говорим о Благовещении, мы должны задуматься, а что там было? Кто-то вышел? Нет. Вышел на Благовещение в тайном уголке, только Архангел. А она ответила, преснодевая Мария, говорит, да будь мне по слову твоему. Слово твоему как пишется? С большой или с маленькой? С большой. А? С большой. С большой. Кто еще думает? С большой. В Библии везде написано с маленькой, дорогой мой брат. Речь по речи по твоему, который пришел Архангел. Мы должны сказать теперь, что если лезть оттуда у нас еще такое нету, через Слово Божие. Теперь мы прямо говорим, я через Слово обратился. Да будь мне по Слову Твоему. По Слову Божию. Чтобы оно выполнилось во мне, для этого приложить надо большие усилия. В первую очередь, рождение свыше. Если его не было, не выполнить. Сегодня выступают смещенники прямо открытым текстом. Каноны устарели, и они никому не нужны. На ветхий завет говорят, это иудейские басни. И патриарх никто их не трогает. Понятно, что мы дошли до последней точки, как об этом один добрый человек говорил. Мы обязательно, говорит, первое, Владимир Сергеевич Соловьев, русский пилосов, говорил. Первое примут антихристы, это православные. Осипов это утверждал неоднократно. А почему? А вот спасители, то император, то кто-то. Спаситель один, кто умер за нас и спас. Ни в одной религии спасителей нет. Есть доброе, очень хорошее. Возьмите Конфуция. Перед тем, чтобы принять христианство по Евангелию, я усиленно учился. Ислам от корки до корки старался пройти. Буддизм, конкурсанство, дацизм. Я узнал, что хочешь узнать от Бога ли учение, начни его исполнять. Я один день желаю быть коммунистом. Я начинаю исполнять, я вижу, сколько у меня врагов. Притом они невинны. Я должен научиться раскулачивать. Должен назвать врагами народа. Э нет, не пойдет. А Господь говорит, кто хочет узнать от себя, я говорю, начни исполнять его. И вот это исполнение мне потребовало 60 лет. Я нашел не тысячи, а многие тысячи подтверждения, что Слово Божие от Бога. О том, чтобы любить врагов. Ни один самый миролюбовый человек, никакой Ганди, никто не говорил. Любить врагов. Ты можешь ускользнуть. Благая весть застигла нас. Никто не в благ. Почему? Если ты назвал благим меня, то признай, что я Бог. А этого, кто подошел, у него этого не было. Мы можем называть Господа благим. Мы знаем, что Бога человек. И поэтому сердце наше должно трепетно относиться к Слову Благовещения. Потому что многое в православии делается не по Слову Божию. Петров пост. Я еще ни одного не нашел человека, который знает, для чего он нужен. Я слышал только ропот. Уже время козьба какая-то идет. Ну, кто на этом квасу удержит? Это же помаши ритопкой-то. Когда начинаем считать объяснение, вот у брата Севастьяна эта книга есть. Как он? Скабаланович. Скабаланович. Его сейчас выставили труды, в интернете все есть. И он об этом рассказывает подробно, в каком веке. Речь идет, посты устанавливались до 8 века. Еще некоторых не было. Петров, потому что в это время решили послать апостолов. Объявили пост и послали апостолов на проповедь. Прокович, вот еще пост нужен этот. Петров, чтобы мы подражали Петру и Павлу. Он говорит, подражайте мне, как я Христу. Если этого нет, все остальное мелочь. Мы никогда не поймем той глубины, которая заложила Священное Писание. Подражать, Павел говорит, мне, как я Христу. Но в другом месте поражайте тем, которые образ его носят. То есть Господь обязательно в жизни будет давать нам. И мы находим сегодня в интернете людей, которые отдали буквально все. На которых охотились и которые погибли уже в нашем веке. Не в прошлом только. Сегодня речь идет о том, знаем ли мы веру свою православную. Есть ли благовещение. Кто их составлял? Я нашел, что когда говорится вера от слышания, от слышания Слова Божия. В данном случае нет. Решало не ухо, а брюхо. Вот вчера можно было есть икру, а рыбу нельзя. Только один день в году такой. Я старался спрашивать, почему. Рыба сама это гроб, а это лазарь воскрес, икра живительная. А почему яйца красим раздаем? Тоже объяснение дается. А объяснение дается только такое, что оно должно быть яйцо сырое. Это гроб, а внутри жизнь. Ну и никто не говорил, что красить. А будто бы оно само окрасилось, когда Мария Магдалина перед Тиверием стояла. Ну это уже из легенды. Итак, если мы желаем, чтобы имя Божие у нас прославлялось, обратим внимание сюда. На первом месте стоит спасение души. Вера от слышания. Отсюда вывод. Слышания не было, а оно и не нужно. Если священник не проповедует 50 лет, и с него никто не спросит. Он говорит, у меня таланта нет. А если... Ничего не спросят. Но если вы его среди ночи вызывали, не пошел причащать умирающего, мы его даже сам снять. То есть мы переместились очень далеко. Маленькое замечание. Петр из человеческой ревности, любви ко Христу, говорит Господь, да не будет с тобой этого. Господь только что сказал, тебе клещи царства, на семь камнях восстановится царь. Христос сразу ответил, отойдет меня, сатана. Да сегодня человека, тем более, диакона или кого-то назови-ка так. А это апостол. И назвал Христос. И спорить не надо. Сатана уже захватил. А как? Серапим говорит, когда Дух Святой покидал меня, я отвечал неверно. Вот и все. И поэтому, кто бы это ни сказал, сразу открывает Слово Божие, где это есть подтверждение, так или не так. Если бы Серапим это не сказал, мы бы нашли это сегодня. Третья книга настольного священнослужителя, 601 страница. Серапим Саровский три дня и три ночи молился не об императоре, который будет расстрелян с семьей, только о русских священниках и архиереях. Господи, пощади, он увидел их. И через три дня Бог заговорил. Я все понимаю, но здесь не могу понять. Двоеточие и прямая речь идет. Значит, он прямо слышал. Как слышал? Шум деревьев. Это было птицы, сказали ему. Или просто отпечатал Бог. И он говорит, не пощажу и не помилую. Он не успел, наверное, вздохнуть. И Бог говорит, причина. Потому что они забыли меня. И Слово Божие покинули. И говорят по прихотям своим. Я называю точную страницу. Настольная книга священнослужителей. Она с Патриарха Пиме началась. Это капитальнейшие труды. Когда молились о жизни царя, то просили помиловать причину. Здесь причина такая. Они меня не знают. Поэтому то, что у нас сейчас это издается, это не просто так. Господь побудил. Чтобы ответить на эти, что у нас там есть, мне 60 лет пришлось. День и ночь учиться. Даже самый, кажется, негодный человек какой. Говорит, а протестанты. Я много беру у них хорошего. Мартин Лютер когда-то однажды сказал. В мире есть одна книга, Библия. И одна личность, Христос. Это можно сказать по-немецки. И другого имени я не знаю. Он нам открывает Господь сегодня через Слово Свое. Через своих истинных пастырей, проповедников. А вот говорят такие, говорят хорошо. Если нет священства, ни церковь. Иритика после первого и второго вразумления. Титут 3.10. Отвращайтесь. Ибо они совратились, будучи самоосуждены. Будьте очень и очень внимательны. Мы тратим большие средства, время. Для того, чтобы никто из нас не оказался за пределами рая. Благовестие понесем. Настоящее благовещение такого слова нет. Мы благовестники. Говорят, а проповедь и благовестие есть. Большая, огромная радость. Хороший был. Оратор выступал. Мы знаем. Фидель Кастро. Ну и по порядку будем. Керенский, Гитлер. Это великие были проповедники. Но вели людей в другой конец. Благовестие это весть, что спаситель мира пришел на землю. Почему благовещение называется главизной праздников. Это начало. А что означает? Женщина знает, что это означает. 7 апреля. Через 9 месяцев, 7 января. Что там было? Вот и все. И о Духа Святаго. Бысть. Мы это должны помнить. Вот она благовесть. Но церковь до 4 века не справляли. Никакого армета не было. Что крещение. Праздник крещения. Это Санта-Клаус. Там что только нет не придумали. Нет. 4 века. И 4 век только отдельно сделал это праздник. Я считал, каким образом высчитывали. Это Златоуст подсчитал. С момента, как Захария был. Сколько дней. Пришел домой. Вот тут же ночью защищался. Ну, это нельзя подтвердить. Но мы это принимаем. Им благодарим Бога. Но церковь с первого дня праздновала сошествие Духа Святого. Почему? Началось благовестие. Если бы сегодня люди пошли все... Вот сколько на земле? 25 ноября прошлого года. ЮНЕСКО прямо объявили, говорит, 8 миллиардов данного человека. 2 миллиарда 450 миллионов людей назвали себя христианами. Ну, какие? Почти 2 миллиарда уже подближаются мусульмане. Мусульман бы не было. Они пришли на 600 лет позже. На 600 лет. Да в одном Пахоме было 11 тысяч мужчин и женщин. Ну, его сестра там была вместе с ней. 11 тысяч, если бы проповедников пошло. Ну, даже подбое. 5 тысяч. А сколько было монастырей? Гамский собор прямо принимает решение. Если муж оставляет жену ради благочестия, да будет проклят. Если родители бросают детей, чтобы только идти, легче было спасаться, да будут прокляты. Это серьезные соборы были. И как выход? Идти надо было. И они пришли на 600 лет. И вот даже кто? Посмотрите, Казахстан. По порядку. Киргизия, Туркмены, Узбеки, Таджики. А кто-то дошел до Башкир маленько. И там сколько верующих, которые по сей день православные. На нас задача сегодня нигде не умолкайте. Мы где-то что-то делаем не так, может быть. Даже неправильно дорогу перешел, зацепили. Задумался. Прости, Господи. Если бы спрашивать, почему задумался. Я думал, как бы мне не попасть. Да и как раз и просмотрел это. Бог открывает нам истину. Истина во Христе. Он говорит, у тебя есть путь истины и жизнь. Евангелие Тяна 14,6. Итак, да благословит Господь, чтобы мы были благовестниками. Аллилуйя, аминь. Аминь. Спасибо. У меня был случай. Еще я молодым был, как сказать, священником. Ну и старичареем как-то получилось так, что несогласие такое. И я повел себя, как бы сказать, недостойно и обидел Владыку. Он мне сказал, а я тоже так и обидел. Но потом, значит, звонит его там келеница была, монахиня. Вот. Отец таким, приезжайте, Владыка. Да я говорю, ну приезжайте, поговорить надо, то есть примирить нас. Вот. Я приезжаю. Она встретила. Чего ж вы так, Отец таким? Так, Владыка. Я говорю, а Владыка, что так делал? Отец таким. Владыка бывает не всегда Духа Святаго скажет. То есть он тоже человек. А я-то думал, что Владыка всегда как это. В Духе Святаго. Ну он тоже человек же. Она, видать, из Украины. Он человек. Он не всегда ведь от Духа Святаго говорит. Вот, друзья, когда от Духа Святаго, когда нет Духа Святаго, скажем. Ну такое-то-то. Сейчас вспоминаю только это. Но ничего, мы примирились, я попросил прощения. Он, друг другу поклонились. Давай пообедаем. Он и на обед пригласил. Опять пошло. Вот так вот. Так, наступает Страстная Седмица. Через 6 дней Пасха наступает Пасха. Поэтому кто имеет силы, где в храмы, постарайтесь быть на богослужениях. В четверг, пятницу, субботу. Субботу, там вынос плащаницы, в плащаницы приложитесь. Уже, вот, обязательно. Земные поклоны от Среды, Среды Среды Седмицы, прекращаются до Троицы. Только перед плащаницей земные поклоны разрешаются. Больше нигде они делают. Это в Среду. Господи Владико Жаматарсиевский. Земные поклоны. Последний раз. Да. Все земные поклоны в храме до Троицы. Нет. А сейчас, когда Господи Владико Жаматарсиевский? До Среды. До Среды. В Среды вечером можно, нет? Да. Вот, все, в завечернике. Среды. Следующее делали и все. Только перед плащаницей делаешь темные поклоны. Ну вот и все. Я пригласил бы всех вас, потеряю, но воздержусь от этого. Потому что доехать невозможно. Никогда так не было. Так как-то было. Ездили к Амазу, там того размесили. Так мы на тракторе. Я думал, пешком идти. Там уже у меня тетя Валя собралась провожать. Там еще войска там проводим. Что как-то. Да я говорю, так ладно, там еще я не усверз, Батюшка. Это моя сумка. Сумка все это. А я говорю, я где через дороги-то это не выдержу. Как понесете? Ну, Игорь уговорил. Говорит, ну не знаю. Говорит, давайте так, Батюшка. Рассчитаем время, чтобы было в запасе. Если где на тракторе, где заглохнем, там сядем. Чтобы пешком успели добежать. Ну, давай. Выехали мы на час раньше. Ну, доехали за полчаса. Нигде не застряли. Так это он убирал. Проехали. А утром... О, днем мне говорят, ты на машине, на Ниве проехай. Он поехал. Проверять. Здесь лужа большая, там, говорит, не проехать. Решил по полю. Ну, по полю поехал. Да там он как врюхался в поле. Такое, как выбрался и назад. Все, говорит, нет. Ну, вот на тракторе доехали, на Белоруссии. Вот так вот. Поэтому никого не приглашаю. Если только за неделю высохнет, то приезжайте, кто может. Но пока навряд ли, потому что таяние очень идет, такое как-то медленность. Где там снега еще полно, где задержано за лесополосами. В лагах, где лесу много снега. На поле даже не так ставил бы, но оно все ушло в землю и очень влажное все. Ну, вот так вот. Так ничего, у нас все живые пока. Болеть болеет, но все живые. Как мама наша говорила, я приезжаю. Я говорю, мам, что болеешь? Она говорит, ну что, болею, болею. Вот суббота пришла, тебе опять отпевать некого. То есть, ясно себе. Она все отшучивалась. Я говорю, мам, ты больная бы, ты не ездила бы уже в город. Ну, больная. Ага, и буду я. Я тогда хоть уеду, она придет, а у меня дома нет. Вот, я где-то там. Болезнь там идет, а у меня нету дома. Так, отшучивались все. А у нас есть больные, которые потеряют. Прямо на себя эту болезнь тянут. Ну, дедут, ну, не было чего. Ой, да что-то, кажется, давление у меня повысилось там. Ну, давление повысилось. Иди, ну, приди, сядь. Там даже, может, на скамейке, на скамейке лежать можно. Я разрешаю лежать. Ну, приходи. Как рассказывала одна, говорит, в монастыре старая была монахина. Ну, придут, только на судьбу сядет. Она говорит, и она спит, говорит, прям. Ее разбудит. Сестра, ты спишь? Она поднимет, говорит, хоть сплю, я в корабле сижу. Так, ну, вот так. Лежать будешь, но в корабле все-таки что-то услышишь там или как-то. Ну, дома что там это, знаете, ну. Поэтому не надо на болезнь, потому что, ой, я маленько болею. А люди другие лежат, я все привожу на память Александра Ивановна Чернявского. Четыре с половиной года. Я к ней в год приходил четыре раза. Там исповедовали, пресечают, что. Я ни разу не видел, чтобы она как-то что-то, она всегда, ой, батюшка, все, всегда радостная такая, прям, как Пасха для нее. Пришел батюшка, она всегда, нить когда, я говорю, что, да все хорошо, все у меня хорошо, все хорошо. Ни разу не пожаловалась. Ну, пример, я привожу пример таких, как говорится, столпы Веры, Серафима наша была. Я рассказывал, как она стояла на кафе, что же здесь вот так брякла. А она прямо весь в пласках на пол, как рухнула, упала. Ну, я, да, считаю, думаю, что ж там было-то, не оглядывается, что там сестры, подожди, давай ее садить. Она так громко, они ее хотели посадить, но она громко. Еще чего я ему поддамся, не поддамся я ему. Дайте мне мой костылек. Встала, не села. И ни разу она в храме не села, сколько было, ни разу не села. На девяносто шестом году. Ни разу. Никогда. Я уже ей говорю, Серафима, ну, тебе трудно, ты сядь. Нет, зачем ты меня, вроде я унижаю. Нет, не села. Никогда не села. Во какая. В чем-то была она там, это другое. Ну, относительно этого, благоговение у нее, там это было, это такое, что стоять только, не поддаваться ему. Это она что упала, она сразу поняла, что это лукавый по ногам ударил, и она, ну, что, обморок был, и она упала. Она принимает это, как его, это есть, вот он ей подсек ноги. Так она в этот день пришла ко мне доказать, что она упала, потому что согрешила. И меня так бросил Господь. Объяснить надо, что я виновата. Она все так и рассматривала, просвел и пекла. Ну, и бывает там в головке просворок на бок. Я говорю, что-то с Серафимом в головке. Что-что? Я пекла просворок, а кто-то пришел каким-то Серафимом, а что? То есть отвлекли ее от дела. Когда она пекла просворок, здесь никто не звони, никто даже в окно не смотри, не заходи домой. Вот поэтому у просворок головки на бок, что ее кто-то зашел в это время. Я приехал. Она все рассматривала так. Была вот такая, что она, это, и плотины были размыты, там ручьи большие. Я смотрю, она, пасхальдная, идет накануне, в субботу-то, идет, подходит. Серафимом, а ты как? Ты ни на чем не проехал. Она отсюда идет через плотину, это деревня подходит. Ты как приехал? На чем ты приехал? И она Ангеле приехала. А ее там сын довез, как-то через ручьи-то перевел, и все. И она, представьте, надо ей на службу. Она сказала, она, я, говорит, на Ангеле. Ангел ей помог приехать сюда. Вот так надо все рассматривать. А не так, что я больной, я, ой, ой, что-то, наверное, кажется, у меня что-то кольнуло где-то или заболело. Так, в моментах делали операцию, так врач говорит, вот была, у меня пациентка. Я, говорит, реже там, что-то дело, она мне о Боге рассказывает. Да, это хирур, все вспоминали. Но там не только ее вспоминают, там вспоминают наших сестер. Вот, говорит, в Потеряевке приезжают, говорит, рождать, ну прям, говорит, прекрасно, говорит, как это. А другие, говорит, там что? Ну что-то кричат. Это, говорит, спокойно, как они, говорит, это, как-то там, вроде воспитывают, их так, там, что-ли, говорит. Попытом потом женщинам рожать, чтобы нормально рожали. Вот так вот. Ко мне какие вопросы? А когда холодец начинать варить? Холодец? Ну, здесь я сказал, что заранее варить, но здесь некогда, молиться надо. Я тоже, я заготовил ноги, где-то я наделал, где-то я нарезал, а я ноги у него забирал эти. Я делал, у меня где-то 12 ног на холодец. После среды можно уже, да? Но, после среды, светлая седмица. Успеть надо. Говори. Первая седмица вся сплошная. Ясно. Вот. Так, еще какие вопросы? Красненьку дайте мне пачку одну. Сюда передайте, а? Ну, что, если кого нет, нет ничего. Ну, все, тогда благословляйтесь. Многословица Господь, Батюшка. Спасибо, Христос, за Вашу трубу. Всегда себя. За Вашу заботу о нас. Не расходимся, не расходимся, слушаем. Еще слово Божье будет звучать. Сегодняшнее чтение. Послание святого апостола Павла к филиппийцам. Глава 4, стихи с 4 по 9. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Стих 4. Радуйтесь всегда в Господе. И еще говорю, радуйтесь. Толкование блаженного феофилакта болгарского. Но как же Господь говорит, блаженны плачущие. Матфея 5, 4. Потому что плакать таким образом, то же самое, что радоваться. Ибо не просто сказал, радуйтесь, но в Господе. Кто бывает с Господом, тот всегда радуется. Хотя бы его предавали пыткам и терзали. Они же, говорит, пошли из Синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. Деяние 5, 41. Так как естественное положение дел причиняло скорбь, то он повторением слова показывает, что всячески следует радоваться. Пятый стих. Кротость ваша, да будет известна всем человекам. Господь близко. Толкование. Так как Высший Павел осуждал некоторых, как врагов креста, то теперь побуждает филиппийцев не относиться к ним враждебно, но поступать с ними милостиво, хотя бы они и были врагами. Шестой стих. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. Толкование. А Вы завидуете тому, что те живут в удовольствии и наносят Вам оскорбления. Вы же находитесь в печали. Господь близко. Суд уже настал. Не заботьтесь ни о чем. Ни об оскорблении с их стороны, ни о Вашей печали. Потому что они отдадут ответ Господу, а Вы пребудете в покое. Вот и еще утешение. Именно молитва всегдашняя, во всяком положении дел, и при том с благодарением. Потому что как станет просить кто-либо о будущем, не выразивший чувство благодарности за прежнее благодеяние? Итак, за все, даже и за то, что кажется несчастьем, должны благодарить. Потому что благодарить за добро требует самая природа вещей, а за несчастье – долг благомыслящей души. Такого рода молитвы открывают желания наши пред Богом. Тех же молитв, которые совершаются иначе, Он не принимает. Седьмой стих. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Толкование. То есть мир, который Бог устроил с человеками, превосходит всякий ум. Не человеческий только, но и ангельский. Как если бы апостол сказал, Он спас или избавил вас так, что ум наш не в состоянии сего постигнуть. Ибо кто ожидал, что такие блага будут нам дарованы, и что мы примиримся с Богом? Он сам вас будет беречь и предохранять, чтобы вы даже не мыслили чего-либо дурного. Или же апостол говорит о мире, о котором Господь сказал, мир оставляю вам. Иоанна 14, 27. Он будет охранять вас, ибо и таковой мир превосходит всякий ум, так как Господь повелевает, чтобы мы имели мир со врагами и с теми, кто обижает нас. Если же мир превосходит всякий ум, не тем ли более существо дело? Выражение во Христе Иисусе значит, Он соблюдает вас в себе, чтобы вам не отпасть от Него, но паче пребывать в Нем. Восьмой стих. Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетели похвала, о том помышляйте. Толкование. Говорит так, как бы спеша и имея уже ничего более общего с настоящими обстоятельствами. То есть все добродетельное, ибо зло есть ложь, равно как и наслаждение им есть ложь. Что честно, против тех, которые думают о земном. Что чисто, против тех, Бог которых чрево. Что любезно, то есть Богу и людям. А последнее значит, чтобы никого не оскорблять. Видишь ли, Он желает, чтобы они обращали внимание на то, что касается людей, но не просто, а сказав, что только добродетель. Так как от помышлений рождаются дурные дела, то говорит, о сем помышляйте. То есть о том, на что указано выше. Девятый стих. Чему вы научились, что приняли и слышали, и видели во мне, то исполняйте. И Бог мира будет с вами. Толкование. Так как нельзя было говорить обстоятельно обо всем, о входах, выходах, слове и одежде, то говорит вообще, чему вы научились, что слышали, посредством из устного научения. Что приняли письменно, и что видели во мне через самые дела. Потому что являть себя примером, как часто говорилось, есть самое лучшее учение. Не только помышляйте, и не только говорите, как лучше было сказано, но и делайте. То есть, если вы будете исполнять это, то будете жить в спокойствии. Потому что, когда мы будем в мире с Богом, конечно, посредством добродетели, и с людьми, с ненавидящими мир, я был в мире, Псалом 119.7, то сам Бог будет с нами. Так как, если Он ищет удаляющихся от Него, то как Он не придет к приближающемуся к Нему? Богу нашему слава! Аминь! Аминь! Ну, а болящих, перечисленные во время богослужения, Батюшка, я дополню только, что просил Алексея Семенович Пусков поблагодарить всех за ваши молитвы его, о его здравии. Но состояние не очень хорошее, он так на двух концернах приходит. Боли его не оставляют. Но, говорит, четвертый раз я уже оперировать это место не дам. Это человек железный, что называется, он уже оперирован от татки на макушке многократно. Так что дай Бог ему терпения, дай Бог, чтобы все-таки боль несколько раз отступила от него. Помоги Господи ему, молитесь о нем. Можно спросить, вот Ирина Устинова просила за Татьяну, что за Татьяна на операции? Не знаю. Надо бы спросить Надежду. Думаю, может, она знает. Она все. Так, ну еще благодарю вас за вашу молитву и прошу продолжать молиться в нее постоянно, потому что мне Господь даровал возможность проникать в тайный диагноз заболеваний, чтобы не ошибаться в этом диагнозе. Вы представляете, вот от моего заключения зависит рука, действие руки-хирурга. От сека дальше уже все, не пришьешь. Это же не ящерица, что у нее хвост отрезали, а дальше вырастет опять новый хвост. Матку отрезали, все, уже больше матки не будет. Она уже не етородная. Поэтому принесли кусочек вот мне от яичника. То ли опухоль это, то ли не опухоль. То ли закачественная, то ли обракачественная. Вот мне здесь предстоит вопрос, на эти вопросы ответить. Я на 50% мое заключение зависит от качества препарата, который мне подаст лаборант. Вот тут я агреналина немало выделяю. То есть очень большая ответственность. Прошу вас всегда помнить в молитвах о мне. А о том положении, конфликт, который был с лаборантами, он продолжает еще иметь место. Я пока... Я, в принципе, я уже как бы его разрешил, этот конфликт, тем, что я полностью, если первый этап уже был исключен, что они не имели контакта с этим ядовитым веществом, я сам это готовил, разливал, раздавал в процедурный кабинет. И к нам уже возвращался материал, фиксированный в этом растворе. Теперь, когда получают лаборанты, они только приглашают меня, я уже там сливаю, перезаливаю. То есть они уже практически полностью исключены, исключен контакт. Но, тем не менее, мне хочется добиться того, чтобы объяснить им, что даже тот контакт, который был у них, он не привел к каким-то значительным, скажем, воздействию на их организм. И вот этого пока я не нашел каких-то факторов, чтобы это можно было. Но я был в отделе социальной гигиены на Радищево. Мне сказали, что они могут измерить только пары ртути, но они солей ртути. И, кроме того, я хотел, чтобы это не выносить на уровень администрации, чтобы я заключил договор лично с ними. Они говорят, что это невозможно. Ну, такие вот эти показатели. Я прошу, что я не могу. Диана Михайловна. Диана Михайловна. Да, она на месте пока все даст. Спасибо, Господи, за молитву. Пока она на месте, да. А кто должен вообще эти растворы готовить? Это, раз они, лаборанты? Лаборанты, да. Это дело лаборантов. Ну, они говорят, что вот с нас сняли 15% по зарплате. Мы сняли по зарплате, да, пришли там из отдела контроля техникой безопасности. И померили там, также вот пришли из отдела социальной гигиены, померили, сказали, что все, нет у вас никакой вредности. И сняли. Ну, это волонтаризм, конечно. Вредность она была, я никуда не делал. Но вредность-то осталась, и они знают, что работают во вредном производстве. Потому что у нас стаж идет один к полутора. У всех. У лаборантов, у санитаров, у врачей. Поэтому это-то осталось. Мы не знали, куда идти работали. Ну, а вы крайне оказались. В общем, все это материальное. Потому что я взял на себя это. Потому что никто другой взять на себя не захотел исследование трепанов костного мозга. Это очень ответственное, сложное дело. И опять же, во многом зависит от качества препаратов. Они требуют перейти на другую фиксацию. Но другая фиксация не даст того уровня препаратов, который должен быть. Это во всех учебных пособиях, эта пропись существует. Это в последней монографии Криволапова по биофизм костного мозга. То есть это не моя выдумка, а это известная. Кроме того, я нашел четыре патента, которые включают. Они говорят о том, что, во-первых, в обезборивающее средство входит Сулема. А в обезборивающее средство в соматологии. Это для лечения онкологических больных. Да и Сулема это известно давно. Она использовалась для лечения. Всякий яд в малых дозах, он может быть лекарством. Никто не заставляет их пить это лекарство, этот препарат. Ну, одним словом, мы тут просто встали в позу. А заведующий, он пришел ко мне, говорит, вот наши лаборанты отказываются работать. Я говорю, я вот исключил все. Будем переходить, пробовать. Если качество препарата будет хуже, значит мы будем оставаться на этом. Интересно, если бы вы сказали, что увольтесь, они бы сразу согласились, раз не хотите работать. Когда я был у судебных химиков, они мне показали, там вообще всякие яды и вытяжной шкаф не работает, даже как у нас. Говорят, я за 30 тысяч их не могу выгнать, они работают. А мы этой ртутью поливаем препараты, как одеколон из спрейа. Ну, одним словом, вот такая ситуация. Помолите, чтобы Господь мне как бы вот все-таки помог убедить их, что вредности они не имели такую. Я покаялся, вот на исповеди был покаялся. Господи, если хоть как-то я повредил им, прости меня грешно. Их же в разуме, и дай им познать истинную плаву. Так что я вот уже, ну, поначалу, конечно, у меня было другое отношение, другие мысли, другие попытки действовать. Но я теперь должен действовать как христианин. Поэтому, вот помогите, чтобы Господь мне умудрил, чтобы я продолжал проповедь, которая была между ними. Особенно вот в день Павли, да, светлого воскресения Христова. А просить людей, чтобы они исследовали себя, от какого греха болеете, отстать, нельзя тебе попутно? Нет, к тебе попутно. Каждый год мы проходим обследование, так называемая диспансеризация, как она называется, техобслуживание, техосмотр, да. Медосмотр, да, медосмотр ежегодный, да. Вот, я шутку называю, техосмотр. Мы поняли. Так что, да, у всех есть заболевания, у всех к 60 годам наближаются букеты. Но теперь вот она, вот одна из старших лавантов говорит, все, вы меня отравили, теперь у меня осталось только 4 доски, и все. Вот осталось, может, мне 5 лет еще доработать. Ну, в общем, на эмоциях все, понятно. А их сколько нет? Ну, около 60. Так что, прошу вас продолжать молиться, простите, ради Христа, что вас заходили. Дело в том, в общем, когда Иезекий Исаия сказал, ты умрешь, и он заплакал, к стенке отвернулся, Господи, сколько я делал добра. Он еще не вышел. Во дворе идет, Господь, остановись. Он кается. Вернись, говорит, там, по-нашему репья, наложи ему, смоку, лист. Еще 15 лет Бог дал ему. Но он даже не поверил. Говорит, а как я поверю в это? А как тебе надо? Ну, чтобы солнышко назад повернуло, в 15 ступеней. Вот ведь грех-то вот где. Почему первые, они сразу, а кто согрешил, он или родители? Не стали говорить, что ему там плохо, там, диагностику сделали, а... Мы другие люди, но надо все-таки как-то поворачивать голову им туда. Ну, мне тут надо выбрать, либо мне идти на уровень администрации, чтобы администрация заключила договор с отделом гигиены, и чтобы они пришли и замерили уровень испарения ртути. У меня знакомые тут долго делали, я в первый раз умерла. А когда умерла, совершенно другая болезнь была. Николай Нестерович. Ошибки были и есть, и будут. Разрешите? Да. Батюшка напомнил, что он будет с понедельника в 8 часов. Приедет он еще... Восемь? Да, в воскресенье молитесь, он будет с митрополитом. Ну, пасхальную ночь, как всегда, собираемся за часом, за полтора. К 11 часам, но чтение деяния никто не отменял. Я начинаю около 8 часов читать деяния. Поэтому, кто хочет потрудиться, пожалуйста, приезжайте. А у нас сегодня праздник какой, видишь? Какие... Да. Слава Христу! Аллилуйя! Аллилуйя! Еще у кого есть слово? Благодарение, просьбы, пожелания. Завершаем занятия. Как всегда. Чеснофение, просьба, занятия. Достойно есть всякого истину, Блажитетя Богородицу, Христина блаженную и пренепорочную, И Матерь Бога нашего, Честнейшую хирургим, И славнейшую без сравнения с Серафим, Безыкстрения Бога, Слова родчую, Сущую Богородицу Тя величаем. Господи! Защити Родину нашу от нашественных иноплеменников, От внутренних расприй, От беззакония, которое втайне, Останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, Что вы принимали мудрые законы, И всех начальствующих так же просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, Обрати к истине, Чтобы божественная любовь Тебя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе, как должное, Пусть покажутся в небрежении Своем И проповедуют смело и на славном об Иисусе Христе. Господи! Правят на суды Твои над Россией За то, что оставили Тебя, И Слово Твое, изреченное Святой Библией. Прости нас, Господи, Владыка Жизни, Что сокрыли имя Твое, Бога Егова. Дух Святой, да наставит нас Не признавать никаких иных богов вопия. А во Вочи! Господи! Научи нас семикратно в день Прословлять Тебя за суды правды Твоей. Тебя хвала, слава, честь и поклонение Пресвятая Троица. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Господи! Прими нашу молитву воздеяния рук, Как жертву вечернюю, Благомухание приятное Перед престолом благодати Твоей, Божия. Соедини наши молитвы С молитвами всех святых, Молящихся Тебе на небе и на земле. Ты творец этого мира, Всего видимого и невидимого. Ты сотворил этот мир и сохраняешь его. Ты, Господь, Знающий все прежде бытия. Услыши, исполни молитву Всех молящихся о нас во благо нам, Любящий наш Отец Небесный, Ради голгофских страданий И пролитой крови Сына Твоего Единородного Иисуса Христа за нас грешных. Прими, исполни нашу молитву О всех заповедавших нам молиться о них. Спаси их и помилуй. И о не заповедавших, Отверзай им двери покаяния. Примирение с Тобой возможно Только на этой земле, а не за гробом. Тебе, Божья, хвала, слава, Счастья, поклонения, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Говори, Господи, Владыка, слушают и дослышат Рабы Твои голос Твой. Аминь. Я каждый день хожу на мост. Под мостом молюсь. Господи, сохрани этот мост. Надо пойти сказать, Муж и мост охраняй. Может, да. 4080 шагов делаю. Спасибо, Христо. Аллилуйя.